В Казанском университете состоялся детский праздник. Ректор КФУ Ильшат Гафуров поздравил детей в Апастовском районе. Как съемочная группа телеканала Универ-ТВ оказалась на ферме? 1 июня Россия отмечает День защиты детей. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. Будучи депутатом Госсовета Апастовского района, ректор Казанского федерального университета приехал в Апастово, чтобы поздравить детей с праздником. В Апастово, Международный день защиты детей, 1 июня, и несмотря на холодную промозглую погоду, прошел детский сабантой, организованный Апастовским муниципальным районом. На Майдане, сменяя друг друга один за другим, выходили хореографические коллективы, пели песни, соревновались в спортивных состязаниях. В торжестве принял участие вместе с главой Апастовского муниципального района Рашидом Загидулин и депутат Государственного совета Республики Татарстан, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В любое время года, и летом, и весной, и зимой, каждый раз у вас есть, что посмотреть. И это очень хорошо, что сегодня вот здесь, на Майдане, в Сабантуе, собралось большое количество и детей, и родителей, и большое количество гостей. Это говорит о том, что у нас есть объединяющие силы, и я вас поздравляю с этим замечательным праздником, который из года в год проходит именно на этой площадке. Ректор Казанского университета вручал подарки детям, звучали напутственные слова будущим вершителям судеб Апастовского района, а также благодарность и признательность их родителям за воспитание достойного поколения, верных памяти предков и продолжателей традиции своего народа. День защиты детей также отметили в Казанском федеральном. Чем запомнилось прошедшее мероприятие, расскажет наш корреспондент. В Казани из-за холодной погоды перенесены многие праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей. Но, несмотря на то, что первый день лета не порадовал солнечной погодой, детский праздник все равно состоялся в Институте психологии и образования Казанского университета. Мы отмечаем День детей, и, наверное, правильно делаем, что отмечаем его в стенах Института психологии и образования. Потому что именно здесь мы готовим будущих педагогов, которые будут работать с нашими детьми. И сегодня мы постарались создать ту атмосферу, которую затем наши студенты должны по возможности воспроизводить в обозрабатывательных организациях, где они будут работать. Праздник включил в себя проведение познавательных интерактивных площадок для детей-преподавателей и сотрудников КФО. Помимо этого приглашены дети из детских домов. Большую часть дня маленькие гости вуза рисовали, занимались поделками, играли в занимательные игры. Старшие имели возможность научить чему-то новому своих младших друзей и помогали им в этом опытные, начинающие и будущие педагоги, которые на данный момент обучаются и работают в Казанском университете. Дети лепят, рисуют, занимаются оригами, то есть полностью развивают себя творчески, творческие способности. Они все очень счастливые, слушаются, им очень интересно заниматься творчеством. Слава Богу, даже в наше время это еще востребовано. Приятно отметить, что мероприятия, связанные с детским творчеством и их воспитанием в КФУ не заканчиваются. Например, уже с осени этого года в стенах Института психологии и образования начнутся мероприятия для современных родителей. Я сейчас пользуюсь моментом, хочу анонсировать, что с будущего учебного года мы обязательно организуем такие публичные лекции. Они будут своеобразным ликбезом, ликвидацией родительской безграмотности воспитания детей. И, наверное, в этом тоже будет очень большая такая польза. По словам организаторов прошедшего праздника, подобные акции должны проходить максимально часто. Ведь никогда нельзя забывать, что дети нуждаются в поддержке и защите ежедневно. Адель Шамилова, Ленар Товлетяров, Универ Ньюс. На ферме, куда отправилась в гости съемочная группа нашего телеканала, уже несколько лет процветает крестьянско-фермерское хозяйство Латыповых. Всего за несколько лет Ленар и Менсене Латыповы, благодаря партийному проекту «Единой России», основали семейную ферму. Подробности далее. Всего за несколько лет Ленар и Менсене Латыповы, благодаря партийному проекту «Российский фермер», основали семейную ферму, которая сегодня насчитывает 250 голов крупного рогатого скота. Их семья стала заниматься фермерством почти случайно. У нас новый глава тогда пришел в 2010 году, и вот он нас собрал и рассказал нам про такую программу, семейная ферма называется. 28 купили коров, из них мне 20 государства оплатило. Трудится на ферме у Латыповых, кроме них самих еще два работника. Тракторист на подвозе и раздаче кормов и дояр. Среднемесячная зарплата у работников фермерского хозяйства более чем в полтора раза выше среднерайонного показателя. У нас основной костяк – это одна доярка, один механизатор. Они получают 30 тысяч рублей зарплату, плюс еще телят даем бесплатно, плюс корма. Вот что надо, что у нас есть, мы стараемся их обеспечивать. За одни лишь сутки крестьянско-фермерское хозяйство Латыповых реализует до трех тонн молока. Причем качество продукции не вызывает у молокосборщика никаких претензий. И по жирности, и по содержанию белка, и по чистоте молока с фермерского подворья соответствуют всем нормам. А сама дойка происходит с помощью специального оборудования. Дайльные аппараты деловалевские, которые именно сейчас находятся в режиме мойки. Дует как паром сначала левая сторона, потом правая, левая, правая. То есть одновременно делается еще массаж коров в имени. У Линары и Минсене подрастают трое детей, которые давно уже стали активными помощниками в хозяйстве. Можно сказать, что будущее семейного фермерства Латыповых обеспечено. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Учеными Казанского университета создана уникальная труба горения, позволяющая переработать нетрадиционную нефть прямо под землей. Чем интересна данная разработка, мы расскажем вам прямо сейчас. Сегодня Россия находится на первом месте по добыче трудноизвлекаемых нетрадиционных запасов нефти. В стране такой породы несколько сотен миллиардов тонн. А таких месторождений, как Баженовская свита в районах Западной Сибири или Доманниковая свита, расположенная вдоль Уральского хребта, нет больше ни в одной стране мира. Проблема лишь в том, что в районах Западной Сибири и Заполярье вечная мерзота, а континентальный шельф на Дальнем Востоке подвержен штормам и землетрясениям. Еще 20 лет назад вести добычу в столь экспериментальных условиях не предоставлялось возможным, и огромные запасы нефти были недоступны. Над этим вопросом уже активно работают сотрудники Казанского федерального университета. Проблема в том, как эту нефть взять, как ее превратить в нефть или добыть ее как-то. Поэтому нам нужно сегодня, например, это нужно сделать где-то под землей, понимаете, потому что мы же не можем шахту такую большую выгодить. И вот мы предлагаем сделать это под землей, не добыть его, а начать переработку этой плохой, тяжелой, нетрадиционной нефти, начать ее переработку под землей. Чтобы понять, что делать с высокой вязкой нефтью и какими способами на нее воздействовать, сначала необходимо изучить и смоделировать эти процессы в лабораторных условиях. Для этого сотрудниками Казанского федерального была создана уникальная установка – труба горения. В нее закладываются керны с места рождений, после чего в установке создаются условия внутри пласта, подводятся датчики. Далее ученые с помощью катализаторов и пары тепловых воздействий получают оптимальное извлечение нефти из кернов. «Начинаем мы с того, что бурим скважину, отбираем из нее породу. Здесь в Сатарстане наши высоковязкие нефти, как раз таки на изучение которых направлена эта установка, они залегают у нас в очень рыхлых песчаниках, это вот такой песок, пропитанный битумом, то есть сверхвязкой нефтью. Соответственно, после отбора этой породы, эта порода может закладываться в трубу непосредственно в саму установку, и мы имитируем при помощи данной установки различный процесс термического воздействия теплового». В настоящее время интерес к разработкам ученых КФУ проявляет все больше и больше зарубежных нефтяных компаний, в числе которых колумбийская «Экопетроль» и китайская «Петро-Чайна». А это значит, разработки Казанского федерального университета действительно представляют интерес не только в научной среде, но и для крупного бизнеса в глобальной нефтегазовой сфере. На этом все на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всего самого интересного. С вами была Аделья Шамилова. До новых встреч!